Надо понимать, что Блоходнюк – это никто, если не говорить об остальных. Потому что то, что происходило в этой стране, не было сделано одним человеком. Было очень много людей вовлечено в этом беспределе. И многие из них сейчас находятся в Молдове. Кто в политике, кто в бизнесе, кто как консервы лежат в институциях власти и так далее. Я не знаю, кто пишет, хотя по-честному знаю, это уже не важно. Кто организовывает и участие на каких-то передачах или на одной передаче. Кто организовывает, типа пресс-конференции и так далее. Но вы меня опять возвращаете к этому же. Я вас возвращаю не к этому же, я вас возвращаю к тому, что я хочу понять. Господин Блоходнюк продолжает не только руководить теми людьми, которые ему когда-то подчинялись, но и продолжает так напрямую влиять на политику в Молдове, что даже после вашего освобождения он управляет теми, кто сейчас оказывает атаки на вас. Потому что вы решили... Дело не во мне, не только в мой адрес. А в чьи еще? Ну, давайте... Ну, конечно, интересно. Ну, давайте, это же не просто, не сложно определить. Я думаю, люди, которые занимаются политикой в прессе, знают очень хорошо. Конечно, есть игры, есть изменения на шахматной доске, но цели те, которые уже определены, как говорится, заранее. Он пытается влиять. Он сейчас... Он вообще маленький. Он сейчас очень маленький. Ну, пытается еще что-то сделать. Посмотрим, к чему это приведет. Вы знаете, я его и их в целом очень хорошо знаю. И я ихние методы и так далее прочувствовал на себе. И, к сожалению, и вся моя семья. Но и они меня знают. И я не знаю, что если я начал работу, я буду работать. Меньше говорить, может быть, что я буду делать для того, чтобы восстановить справедливость во многих ситуациях, которые происходили в Молдове. Но я буду делать. Продолжение следует...